Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 644 события дня. Евангелие от Луки 21.8. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. За 17 сентября 2017 года, это воскресенье, утреннее моление отца Акима Неболу в Барнауле ведет богослужение при выходе из собрания, из церкви, собрание, после богослужения внутри храма пришлось сказать проповедь, потому что никто не считает Виктора Николаевича Савченко нет, и вот такая ситуация. Один не может, другой не видит. Днем было занятие, это все у нас заснято, можно будет посмотреть, об этом говорить нечего. Наш гость, Сергей Егорович Игнатов, что-то недомогает дорогой, когда он сюда приезжал, двое с половиной суток по степям ходил, пошел не в ту сторону, видно, простыл, и тяжелая тележка. Дождь прошел, он по грязи тащил ее, и он что лечится, обливался водой холодной, пошел на пруд лагерный, где купаются все, и поплыл на другой берег, переплыл пруд, озеро. А Володя Паченко заснял, будет потом, где ему уже через десять. Там он побегал, разогрелся, крапивы там есть, сорвал, похлестал себя и опять переплыл назад. Спортсмен настоящий. Он ровно на тридцать лет моложе меня, шестьдесят девятого года. Вот у меня что, долго беседовала Люба Минаева, пришла свои вопросы решить, больше часа сидели. Все решили, и она задала очень хороший вопрос мне. Вот сколько лет уже здесь, что вы во мне видите, то, от чего я должна избавиться. Я говорю, большой вопрос. Если такой вопрос искренне задают, это означает, дерево растет, и оно будет расти дальше. Но ответить я тебе говорю, не могу. Ты внезапно задала вопрос, ты только рядом, тебя близко так по работе, все знаю сколько-то, а так нет. Как ты встаешь, как ты ночью молишься, когда что. Буду молиться, говорю. Вот я характеристики давал, когда просили взрослых, члены нашей общины. Я не пишу ее. Я обращаюсь к людям, которые рядом. Если это сын, то я спрашиваю мать и отца. Напишите с самого рождения, кто он такой ваш сын, как вел себя. Близких друзей. Ну и человек 5-7, когда дадут характеристику на этого человека, я начинаю все рассматривать, молюсь и сам его знаю. Он в лагере был не раз. И тогда делаю общее. И таких характеристик детям, взрослым не одно. И противоречий нет ни с какой стороны. Вот так к этому делу подходим. Показать наши ресурсы. Люблю мой мир. Очень удобно пользоваться, удобно писать. Вот сейчас пока что было, кто-то зашли двое. Вот. Двое какие-то отзывы оставили. Вот я смотрю, нажал. Дровакол большой. То Ольга и я показала. Понравилось. Что еще понравилось Ольга и я? То ли фамилия и я, то ли... Что означает литургия? Вот видите, два... Система отмечает, что им понравилось. Вот эта система вот такая. Вот где я в шапке. Тут можно писать письмо. Ну и может быть даже я отвечу. Дальше у нас есть ленточный форум. Называется православный форум Игнатия Лапкина. Очень большой форум. Очень большой. Тысяча шестьсот тем разных. Очень большой. Вот. Что сказать? Вопросы задают? Приходится отвечать. Вот один вопрос. Продолжение переполненной темы. Девятнадцать тысяч просмотров. А это вопросы собраны. Сто девяносто тысяч просмотров. А ответов только по этой теме. Три тысячи шестьсот восемьдесят семь. Ну а другие меньше. Она на первом месте стоит. Так что... Приходящие сюда. Легко регистрироваться. Легко давать. Ну, писали здесь. Но пока ничего не пишет. По двести. Пятьдесят двести семьдесят человек приходит в день. Ну и наш видеоканал. Вот он. Сегодня я десять роликов поставил. Ну, только начало еще смотреть. Вот они все здесь. И еще у нас есть сайт. Православный библейский сайт. Называется «Во свете Библии». Вот что-то не открывается. Вот она открылась. Самая ценная здесь. Четыре тысячи сто двадцать четыре ответа по темам. Пятьдесят пять тем. Тут около пятидесяти книг моим голосом насчитано. Я сейчас захрип. После бани холодной березовки выпил и голос сел. Ничего. Некоторые вопросы будем брать. Сейчас я их озвучу. Вопросы о войне. Девятая папка. Вопрос 2436. Одиннадцатый том открытым оком. Это мне задавали в университетах, когда я вел занятия. Встречали ли вы что-нибудь новое в печати о необходимости воевать с врагами Отечества? Ответ. Неиссякаемый источник. Бездна и тьма. Столько везде и всюду новых материалов на эту тему. Но все они основаны на плотской мудрости и хитрости. Ни слова нет евангельского, ни Духа Христова. Хотя иногда даже приводят места Писания. Пока говорят они только о себя, и что еще можно подумать, что просто неверующие люди. И так они мыслят и имеют на это право в свободе. Но как только увидишь счет о благословении на таких материалах, даже еще сдобренное местом Писания, так сразу и видны рога и копыта. Не просто безбожники, а лютые волки, влекущие простодушных на бойню и на погибель душ. Вот опять принесли мне книжонку «Воскресня Русь» о патриотизме, достоинстве русского человека и православном понимании войны. Даниловский благовестник, Москва, 2001 год, 128 страниц, 20 тысяч экземпляров. По благословению патриарха Алексея II. Цитировать по этой книжонке невозможно, настолько она неевангельским духом дышит. Просто чуть вообразите, что эту книжице попал апостол Павлу, когда было ему всего 45 лет. Не мог бы он иначе говорить ныне, как говорил и писал в таком же возрасте, когда был уже апостолом и гражданином Рима. Почему же ни один апостол не ратовал за освобождение родной Иудеи от захватчиков римских или польских, татарских или немецких? Девять лет убивали афганцев, а царствуют там ныне американцы. Кто же ответит за убитых и покалеченных? Что же молчат попыни и гремят кадилами там, где разбойничали советские наркоманы-офицеры? Пусть попросятся туда и там и спросят прощения у убитых и скалеченных афганцев, чеченцев. Как эти авторы велись бы себя, родить они в Германии или в Америке, имея их гражданство, но сегодняшнее же сердца и головы? Ведь с такой же лихостью поддержали бы и тамошние режимы и свободы, в кавычках. Наши животолюбцы презренны. Соборный колокол последний бой пробил. Разоблачен народу мерзкий идол. Святую Русь Господь так возлюбил и так же сатана возненавидел. Нина Карташова. Непонятно только где и что за идол уже разоблаченный, в каком виде ненависть сатаны к Руси, не в этой ли брошюрке. Согласно статей в книжице, главные враги – это люди, которые понимают Евангелие не так, как благословили их понимать камеловки и куколь. «Мы и их главные враги есть, и нас они будут убивать, эти защитники наши». Лука 21.18. «Но и волос с головы вашей не пропадет». Притч 16.7. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним». В нашей книге к истинному православию в главе «А я говорю вам, любите врагов ваших» отвечено, согласно Нового Завета, на все военные вопросы. В тот страшный день, когда ушел от нас заступник наш, когда сердца сжимались, когда, казалось, даже день погас от горя и отчаяния печали, мы шли толпой к келью его, не понимая, ничего не видя, и было на душе так смутно и темно на этой краткой первой панихиде. Когда пройдем назначенный нам срок, когда поймем, что есть иные дали, прекраснее наших жизненных дорог, где мы боролись, верили, мечтали. Когда поймем, что злоба и вражда, как цепи для души, как кузнику оковы, и свет любви, как яркая звезда, нам озарит пути дороги новой. И пролистав синодик прежних битв, мы зачеркнем его, уйдя к иным пределам, к пределам радости, прощения и молитв, все до конца поняв, чем сердце отболело Скупиченко. Это зарубежное. Ну, на этом сегодня все.